всем привет сегодня мы с вами будем готовить очень простое блюдо такое ну вот вообще самое простое и очень вкусное мы бы сегодня будем с вами делать шашлык я мясо уже нарезал и замариновал ну потому что вы и так все знаете как это хорошо делать рецепты маринадов могут быть абсолютно разные у каждого свой любимый мне например нравится и в майонезе и в томатном соке но вот в данном случае я замариновал в томатном соке просто взял мясо мясо любое тут у меня свинина но вообще мы больше любим из говядины но сегодня говядины не было было только свинина можно барашка взять можно даже рыбу взять из рыбы тоже будет очень вкусно взял мясо свинины порезал посолил поперчил специями специи для шашлыка принципе тоже наверно у вас любые специи можно сюда вложить какие вы любите и залил все томатным соком в томатном соке получается вот такой маринад если кто не пробовал мариновать томатном соке обязательно попробуйте просто заливайте томатным соком и на пару часов убирайте в холодильник ну еще я добавил сюда немножко яблочного уксуса вот но шашлык с вами мы будем делать не на костре где-нибудь на природе не даже в электро шашлычницы мы будем делать наш шашлык в банке вот в такой вот трехлитровой банке для этого нам понадобится банка ну одна или две банки и шпажки бамбуковые шпажки которые продаются в принципе в любом магазине шпажки у меня немножко длинные вот смотрите эти они выпирают из банки поэтому я взял и немножко их укоротил при помощи вот бокорезов можно просто руками поломать и вот так вот сделал чтобы они туда у нас помещались и теперь давайте нанижем насадим наше мясо на наши шпажки ну вот мы нанизали на палочки и теперь берем банки вот этот лук и маринад который у нас остался мы положим на дно банки то есть мы его не выкидываем мы его вот так вот баночки это поровну примерно распределим он даст дополнительный аромат будет очень вкусно и еще когда мы будем готовить запах дыма конечно не будет будет безумно вкусно но дымка не будет чтобы был дым можно взять даже вот такой обычный уголек на котором готовят мангал засыпает готовит мясо поджечь его на плите чтобы он хорошо разгорелся и положить его тоже на дно банки и тогда будет тоже пропитается дымком и будет действительно как будто с настоящего у нас костра но у меня этого такого уголька нету поэтому я воспользуюсь жидким дымом я одну банку налью жидкий дым а в другую банку я лить не буду и просто потом сравню вот буквально одну столовую ложку больше не нужно просто интересно сравнить что у нас получится какой будет вкуснее с дымком или без дымка и теперь берем наши шпажки и укладываем их банки но острием вверх почему острием вверх потому что тут у нас на сужение и во время приготовления мясо может у нас съехать и вот чтобы оно не съезжало мы вот наши шпажки укладываем острым концом вверх сильно не набиваем чтобы было между ними свободное расстояние сколько у нас тут четыре но вот пять кусочков будет то что нужно больше не не нужно пять туда и вот три кусочка я положу там где жидкого дыма нету теперь нужно взять фольгу и накрыть нашу банку фольгой можно свернуть ее даже вдвое и вот таким образом молку пориваем нашу банку по возможности как можно больше герметично и сверху делаем одно отверстие для того чтобы пары выходили точно также поступаем со второй банком жидкий дым пахнет таким реальным костром никогда не готовил на жидком дыме взял вот на пробу сейчас посмотрим что из этого получится все теперь ставим в духовку вот задвинул духовочку духовка должна быть обязательно холодной если мы поставим горячую то банки могут лопнуть и устанавливаем время час час 15 где-то так тут у меня включена верх и низ чтоб нагрев шел вот пошел нагрев все закрываем самое главное когда у нас приготовится сразу духовку не открывайте иначе может резко охладиться и банка и лопнуть поэтому когда духовка отключится надо будет подождать минут 15-20 чуть-чуть может быть приоткрыть дверку а можно и не приоткрывать чтобы она чуть-чуть остыла все ждем ну вот наши шашлыки и готовы банка еще горячая еще не совсем она у нас остыла давайте попробуем это который я делал без жидкого дыма я решил начать именно с них потому что если я там открою запах дыма конечно тут уже все перебьет знаете вкусно пахнет они горячие смотрите палочка даже чуть-чуть подгорела вам наверно сейчас не будет видно вот кончик палочки он такой темненький и вот наши шашлычки вытащим сначала на тарелочку я так думаю что на час можно ставить запросто час 15 вот я ставил это многовато и вот такой у нас соус тут подливочка тоже пойдет чтобы не тянуть время не затягивать процесс ну такая красота давайте попробуем на держи трубы горячая мягкое нежнейшее мясо мясо получилось мягенькое нежнейшее ароматное очень вкусное очень вкусное нежнейшее мясо класс рекомендую а теперь давайте попробуем те которые с дымом так но вот это у нас с дымом аромат кстати как когда готовились вот было стойкое ощущение что где-то на природе мы делаем шашлык потому что дымом пахло хорошо так ну давайте все доставать не буду вот так он выглядит ну давайте попробуем как оно будет у нас на вкус вот смотрите кусочек такое мясо и это получше вот такой вот мне вот это нравится больше потому что чувствуется вот вкус дымка ну как с костра да вот жидким дымом мне лично мне понравился больше надо будет попробовать еще с настоящим угольком супер и вот эта подливка кстати тоже в тему она такая получилась очень вкусная вот этот лучок такой нежный со специями и вот к мясу прекрасное дополнение так что обязательно вот так вот делайте ну все на этом я с вами прощаюсь будем сейчас ужинать мясо получилось вкусное рекомендую сделаете не пожалеете покажи пока пока подписываемся на канал мы сняли мы без дыма попробовали без дыма вот это с дымом а вот это без дыма а тебе какой больше понравился с дымом или без дыма с дымом да